Ох и время настает, все вокруг цветет, поет, зеленеет и растет, красота как будто рай, вот таким бывает май, настроение поднимает, в тело силы добавляет, окрыляет, исцеляет, о любви напоминает, вот таким бывает май, ты его не прозевай. 6 мая день Георгия Победоносца. В этот день вспоминают страдания святого великомученика Георгия Победоносца. В царстве Диоклетиана было решено уничтожить христиан. Георгий смело обличил царя, за что был подвергнут различным мучениям. Его разрезали на вращающемся колесе и думали, что он умр. Но явился ангел Господень. Образы юноши прекрасного и ясноликого, озаренного светом и исцелил Георгия. Георгий предстал перед царем цел и невредим. Считалось, что в этот день наступает весна, а в православной церкви в этот день почитали память святого Егория Георгия Победоносца. Его считали покровителем полей, поэтому сегодня проводили большое количество обрядов для хорошего урожая. Священники освящали поля водой и произносили молитву «Сей рассаду на Егория будет овощей довольно». А крестьяне молились святому, чтобы уберег лошадей и коров, овец от болезни и мора. Кроме того, Георгия считали покровителем невест. Девицы молились ему о послании хороших женихов. Утренняя роса, только до восхода солнца, в этот день обладает слепной силой. Ее собирали и использовали для лечения болезни и снятия с глаза порчи. Пастухи в этот день впервые выгоняли скот. Крестьяне, в свою очередь, кормили их яичницей, одаряли холстом, деньгами, чтобы они не спали и охраняли стадо. Приметы. В старые времена говорили, если Егорий Великий с теплым утром встречает, то Никола будет с кормом для скота. Это 22 мая. А если утро с росой водой, то через полмесяца с травой. На Руси два Егория. Один холодный 9 декабря, другой голодный майский. Примечали, если весенний Егорий с травой, то осенний с мостом. Зима устанавливается. Нельзя кричать и ругаться в этот день. Считалось, что может убить грозой. Ну вот Любовь Дэ на мой видос «Дедушка открывает сезон 2» спрашивает. Это какой-то пансионат? Нет, это турбаза «Исток» на реке Северский Донецк. Донецк. Город Донецк. Ростовская область. Не Украина, а Ростовская область. Дорогой, лично я просто-напросто приезжаю искупаться. Вход стоит 300 рублей. И купайся сколько хочешь. Значит, все это в Ростовской области. Далее, Любовь задает такой вопрос мне. Петрович, чем вы снимаете головную боль? Головная боль у меня бывает очень и очень, я написал, и очень редко. Но бывает. Я уже и не помню, когда она была, но я вот именно, так как ее у меня не было, ну вернее, там бывало в жизни, всякое там бывало, значит, то ли отравился, то ли еще что-нибудь там. Все это было, я понимаю, как голова болит. Но из-за того, что это очень редко, я никак там не выхожу, ничем ее не снимаю. То есть, все это проходит само собой. Ну и после чего, у некоторых там голова болит на входе, там вот, или еще там что-нибудь такое. Это одно. Вот у меня ни на входе на голова там не болело, то есть вообще очень редко у меня болела голова. Ну, но бывало, бывало, поэтому я, так сказать, прочувствовал и понял, ну как она может болеть. Значит, ничем я не снимаю голова болит. Ну, очень редко. Не знаю, раз в пять лет, что ли, если не раз в десять лет. Вот так я бы, видите, только могу сказать. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахо ПРО. Доброго здоровьица и до новых встреч!